Сегодня нам надо поговорить с вами о притче о богачей Лазаре. Поскольку текст притчи всем вам хорошо известен, мы начнем с конца и некоторые вещи просто для себя обозначим. В конце этой притчи говорится о силе священного писания и об упертости неверия. Богач, находящийся в Аде, просит Лазаре, просит Авраама, чтобы были спасены его братья, находящиеся на земле, для которой цели нужно послать кого-нибудь из мертвых на землю, чтобы мертвец пришел и страхом своего посещения, и правдой своих слов о загробном пребывании, встряхнул совесть живущих на земле. На что Авраам говорит ему, у них есть законы пророки. То есть законы пророки обладают такой могучей силой, что они должны властно вести человека к знанию всего необходимого и, в конце концов, к смирению перед Богом и спасению души по вере. Эти законы пророки читались евреями и читаются доднесь по субботно еженедельно. Кроме того, есть дневные разделы священного писания, подобно нашим зачалам, которые они обязаны читать еженедельно, вникая в смысл прочитанного. И сила священного писания такова, что оно способно избавлять от адовых мук человека, верующего в то, что написано, независимо от различных благодатных событий жизни. А сила неверия такова, что если бы и мертвец поднялся и пришел рассказывать нам о всех кошмарах, которые ожидают за гробом человека нераскаянного, то неверующий человек останется в своем неверии. Вот такие две яркие вещи. Причем, писанию нужно веровать больше, чем восставшему мертвецу. Если восстанет какой-нибудь мертвец на кладбище и придет, и скажет вам что-нибудь противное писанию, то по логике, сказанному Иисусом Христом, необходимо веровать более писанию, нежели человеку, пришедшему с того света. Пришедшие с того света в истории были, но странно и достойно внимания, что ничего никому не рассказывали. На том свете был Лазарь, одноименный человек, вот этому самому мертвецуществу, которое описывается в Евангелии. То есть там в притче Лазарь нищий, которому псы лизали раны кровавые на теле, а здесь реальный Лазарь, брат Симбарат Марфы и Марии, он был мертвец, он никому ничего не рассказывал. В Киево-Печерской лавре был преподобный Афанасий, лежит его тело в Антониевых пещерах, он тоже умер, был обмыт, приготовлен к погребению и был несен на кладбище. По дороге он поднялся, ожил, и попросил, чтобы его оставили одного в некой келье, в своей, собственно, келье. И он там прожил еще довольно долго времени, несколько десятилетий, никому ничего не рассказывал. Монахи ради любопытства хотели его расспросить о том, что с ним было. В этом смертном состоянии. Но он только плакал, отказывал с кем-либо разговаривать и провел в слезах все остальные годы своей жизни. То есть люди, бывшие реально за гробом, они по приходу обратно, почему-то, такие случаи описаны многократно, они не рассказывают нам ничего, потому что, очевидно, опыт пережитого не вмещается в человеческие слова. Следовательно, Писанию тем более нужно веровать больше, нежели вернувшемуся с того святому мертвецу. И еще раз подчеркнем для себя силу неверия человеческого. То есть над неверием можно биться с утра до вечера. Василий Великий, который называется нами во Христе, во Святых Отцом нашим, он был человеком громадного ума. Он был реально свят. На счету его духовных трудов и подвигов были случаи исцеления прокаженных, воскрешения мертвых и многие подобные величайшие вещи, которые совершаются через людей избранных. При этом он был чрезвычайно образованный человек. В область его интересов попадало все знания, которые было в то время. Он интересовался астрономией, медициной, безусловно, риторикой, историей, философией, всем, логикой. Нет ничего такого, чтобы не было ему интересно. И при этом во всем он показывал большие успехи. И при таком громадном уме, и при такой великолепной святости, Василий Великий не обращал еретиков, что называется, пачками. Он не мог их вернуть в лоно церкви ни благодаря остроумию, ни благодаря эрудиции, ни благодаря глубоким фундаментальным знаниям, ни благодаря чудотворной молитве. То есть упертость неверия такова, что она с легкостью отражает все попытки взять приступом крепость человеческого сердца. Поэтому справедливо говорится, что самая крепкая крепость, простите за такую тавтологию, это упершееся человеческое сердце. На самом деле больше всего оно именно упирается вот именно против Бога. Вот дьявол находит ключи к человеческому сердцу. Он увлекает, соблазняет, тащит за собой, умеет заплести, обмануть и пожинает большую жатву. А вот против... И почему-то люди не умеют сопротивляться ему. Этим всем заброшенным удочкам, этим всем помыслам, этим всем соблазнам не умеют сопротивляться. А вот с Богом борются. Против Бога смелые, а с лукавым бороться не умеют. Это конец притчи. Потом, поднимаясь выше, мы находим... Для меня очень трогательно, что богач – это чрезвычайно хороший человек. В том смысле, что он в аду переживает о живущих на земле. Как правило, человек, попадающий в серьезные переплеты, забывает обо всех, кроме себя самого. Например, человек лежит в палате, ожидая операции. В это время он вряд ли будет думать о ком-то, о ком-то, хотя, может, и будет думать, но все-таки будут мысли, главным образом прикованы к будущей операции, выживу, не выживу. В тюрьму попадает человек, тоже думает о себе. Прид смерти человек думает о себе в основном. Редко когда о ком-другом. Ну, тем более, не дай Бог, в аду. Там грешники постоянно ищут виноватых, и они скрежещут зубами, и ищут того, кто виноват, что я здесь. Мы же постоянно хотим переглажить на кого-то свою ответственность. Неправильно воспитали, неправильно то, неправильно это, мне не научили, я не знал, я не слышал, вплоть до того, что звезды так сложились, что я под таким знаком зодиака родился, что я вообще был такой и не иной. И мы все время ищем того, на кого сложить груз ответственность за себя. Поэтому в аду переживают только об одном, о том, на кого сложить свою вину, и каким образом, так сказать, запоздало оправдаться. А этот богач находится в горячем месте, и он переживает о братьях, чтобы они туда не попали. Заметим следующую вещь, третью. Это что в аду, вернее, в будущем мире, в грядущем мире, человек обретет некую прозорливость. Он будет узнавать всех, кого даже и не знал на земле. Потому что Авраама никто на земле из описанных притчей не видел. У евреев не было портретной живописи, у них не было словесных описаний. То есть какой у него нос, какие глаза. Библия, кстати говоря, тоже совершенно пуста на предмет словесных портретов. Она не описывает человека в его, так сказать, внешнем виде. Повторяю, там, цвет глаз, длина волос. Есть только несколько исключений. О Давиде говорится, что Давид был курчав и белокур. Евреи вообще не чернявые все, а Давид был белокур и голубоглаз. Об этом говорится. Значит, говорится о весоломе, сыне Давида, который был чрезвычайно красив, и там о волосах отдельно говорится. Они были вьющиеся, тяжелые и быстро растущие. То есть там любая женщина позавидовала бы длиннее и красоте его волос. Его стригли ежегодно, постригали, как торжественная стрижка царского сына. И эти волосы там прямо аж весили по нескольким килограммам. Он гордился ими. Эти волосы его к смерти перевели. Убегая в одной из битв, он волосами зацепился за дерево, проезжая, проскакивая по дереву, так повис между небом и землей. И был застрелен из лука. А больше Библия не описывает нам, повторяю, ширину плеч, высоту роста, цвет глаз, форму носа, форму губ, высоту лба. То, чем занимается другая письменность. Уже другая письменность. Она словесными портретами изобилует. Вся литература полна словесными портретами. Греки описывали телесную красоту. Их это очень интересовало. Они были большие знатоки пропорций. А евреям это совершенно не важно. Так вот, когда богач смотрит на... в Царство Божие, он его видит, как в басне про лису и виноград. Говорит, ока видит, а зуб не имет. То есть, все видно, но не достанешь. Говорит, близок локоть, но не укусишь. И он видит Авраама и говорит ему, кодчи Аврааме, там, узнает его. А тот ему говорит, там, чадо помяни, значит, что ты уже насладился на земле. То есть, там все-всех узнали. Там, причем, когда Лазарь лежал под воротами этого богача в своем трепье и желал какой-то подачки, то вряд ли бы богач интересовался, как зовут того или иного нищего, толпящегося у него под забором. То есть, это совершенно неинтересно богатым людям, как зовут нищих, которые толпятся у его ворот. Вот любой храм, например, представьте себе. Вы знаете, что возле каждого храма стоит множество нищих. Ну, множество, не множество, но чем больше храм, тем больше нищих. Где пять, где семь, где пятнадцать. Причем постоянные, прикормленные нищие, каждый день приходящие на работу к храмам приходят. И это хорошо, потому что нищие должны быть возле храмов. Если храм стоит, а нищих нет, здесь что-то не то. То есть, нищие, они сопутствуют Церкви Божией. Это неизбежный признак такой нормальной жизни, если угодно. Хотя бедность сама по себе, она, конечно, печальная и ненормальная. Но нищие всегда будут в народе твоем, говорит Писание. Так вот, любой настоятель, любого храма, он видит возле своих ворот церковных ежедневно, там, ежевоскресно, там пять, семь, пятнадцать разных бедняков. Но я думаю, что вряд ли какой-нибудь настоятель спрашивает, как тебя зовут. Как зовут тебя, например, там, спрашивает какую-нибудь старуху на костылях или какого-нибудь там опухшего мужика в лохмотьях. Никто не спрашивает, как правило. Ну, может быть, спрашивает кто-то. Но далеко не каждый. И наверняка богач тоже не спрашивал, как зовут там этого лежащего, который там вот лежит и собаки там облизывают. Потому что он гноился. Он гнил, а собаки находили для себя удовольствие с него гной слизывать. Он был лакомством. Сам он был голодный, но он был лакомством для бродячих псов. И наверняка богач не спрашивал. Спросите, пожалуйста, как его зовут. А когда он оказался там, за гробом, он безошибочно узнает Авраама. А вдруг это Исаак? А вдруг это Яков? А вдруг это Давид? Нет. Отче Аврааме. Пошли Лазаря. Значит, он тут же знает, как зовут этого, как зовут этого. То есть за гробом мы приобретем нежданную прозорливость. Мы вдруг всех узнаем. Это будет ошеломительно. Мы узнаем, например, своих сродников, которых никогда не видали. Например, кто-нибудь не знает, как зовут, скажем, деда своей матери. Но еще отца своей матери мы знаем, потому что отчество знаем. Но может быть мы его не видели, может быть умер раньше, на войне погиб там или раньше скончался. Но уж деда своей матери вообще мало кто знает. Деда своего отца мало кто знает. Мы теряем эти родственные цепи и современный мир нас к этому подталкивает. Потому что вы знаете, что в паспортах отказываются от отчества. То есть там Иван Иванов хватит, чей-то сын уже не важно. То есть идет война против родовых цепей. Евангелие начинается тем, кто кого родил. Авраам родил Исаака, Исаак родил Яхар. Там длинный перечень из 14 на 3, из 42 имен. Это очень важно, кто кого родил. Чтобы была долгая память. Память о том, кто сын чей, кто отец кого. У нас этого, к сожалению, нет. Потому что у нас 20 век металл по всей земле. И люди есть, например, живущие сегодня там в Москве, например, а у них корни в Казахстане. Или живущие в Иркутске, а у них корни в Прибалтике. Ну, сыпала история людей вот так вот в разные стороны. И могилы родных могут быть неизвестно где. И мы не знаем. Отца знаем, маму знаем. Отца мамы знаем, отца папы знаем по именам хотя бы. А уже дедушку своего отца мы уже не знаем. То есть мы эти цепи порваны. Мы забываем это. Но мы их узнаем. Вот потом, когда мы попадем туда, в тот грядущий мир, скажем, о, прадедушка, здравствуй. Вот прапрадедушка, здравствуй. Прапрапрадедушка, здравствуй. Мы будем знать, как их зовут. И мы узнаем, что вот это, это тот, который родил того, который родил потом того, который родил моего папу. Это будет все ясно. Это точно будет ясно. Откуда это мы берем? Из того, что Евангелие учит нас в нескольких своих текстах о будущей прозорливости. Второй текст об этом же самом. Это преображение на горе Фавор. Когда на горе Фавор Господь Иисус Христос преобразился пред учениками, то явились ему в это время два человека, Моисей и Илья. И Петр безошибочно назвал их по именам. Сказал, о, это Моисей, это Илья. Откуда-то он знал. Откуда он знает, как выглядит Моисей. Мало ли стариков на свете жило, которые могут быть величественны, красивы, седовласы, могущественны, с ясным взором. Нет, это Моисей, а это Илья. Сделаем три палатки здесь. Ему, ему и ему. Люди узнают все за гробом. Все узнается. Не только грехи вскроются, тайны вскроются. Будет человек судим по-написанному в книгах. Тайное сердце объявится, и все будет понятно. Не только это. Мы еще и узнаем всех. Все, что мы знаем о человечестве, это на сегодняшний день. Это нечто, представляющее какую-то каплю по сравнению с тем, что мы узнаем потом. Но на этой части довольно. Ну и наконец, приближаясь к самому началу притчи, мы узнаем о перемене жизни. О том, что жизнь, во-первых, продолжается. В этом Евангелие, кстати говоря, не оригинально. Потому что о том, что жизнь не заканчивается вот этим миром, знало, в принципе, все человечество. То есть то, что люди продолжают жить за гробом, душевная жизнь продолжает, телесная заканчивается, а душевная продолжается, в этом Евангелии ничего нового миру не возвещают. Новое, что возвещает нам Слово Божие, это то, что мертвые воскреснут. То, что мертвые продолжают жить за гробом, это древние знали. Они по-разному представляли себе загробную жизнь. Они, например, Например, греки считали, что жизнь за гробом представляет собой некое скорбное стинание тени, что от человека остается некая тень, и она скорбит и потаскует обо всем, что было на земле. И лучше быть пастухом на земле, нежели царем в загробном мире. Об этом говорится, допустим, у Гомера в Илиаде. То есть знали, что там есть жизнь, но они не насыщали ее красками. То есть тени безучастны, тени скорбят, теням ничего не интересно, тени хотели бы вернуться на землю. Вот так живет душа за гробом, по их понятиям. А Библия возвещает нам нечто более яркое. То есть там насыщенная жизнь, там все всех знают, и там получают люди возмездие и воздаяние. То есть получается награда за доброе и на наказание за злое. В этом смысле надо понимать еще, что есть на земле ограниченное наказание и ограниченная награда. В полноте своей награда будет там, и наказание тоже будет там. Поэтому мы, значит, когда, например, мы недоумеваем, да и многие недоумевали, почему злые долгоденствуют, а праведные умирают молодыми, почему там дела нечестивых спеются, а дела праведников рассыпаются у них в руках. Почему то, почему это? Эти вопли наполняют Писание очень часто. Об этом спрашивал Давид, об этом спрашивал Иов, об этом молился Иеремия. Так вот, Евангелие говорит нам о том, что настоящее воздаяние, в полной мере справедливое и точное, будет там. А здесь только некие намеки, начало. Здесь вершки, а там корешки. Наконец, что еще можно, об этой притче можно очень долго книги писать, не просто говорить, но книги писать. Хотелось бы отметить еще вот что, что не стоит думать, что всякий богач погибнет, а всякий бедняк спасется. Вот это слишком будет поверхностное прочтение Евангелия, потому что на самом деле все не так. Когда-то еще очень давно, относительно, конечно, давно, мы рассуждали в одной из школ с детьми на следующую тему. Представьте себе, если бы богач был милостив и оказывал внимание ко всякому бедняку, находящемуся в поле его зрения. Если бы он их там мыл, например, в бане время от времени, ну, не лично, а велел бы слугам там, помойте этого, сожгите его тряпье, дайте ему чистую одежду. Покормите его там хотя бы раз в неделю. И так далее, и так далее. Если бы он этим занимался более-менее постоянно, для этого у него хватало денег, он ничего бы там много не потерял. Вопрос такой, значит, был бы этот богач в аду? Ну, уже затруднительно сказать, что он был бы в аду, потому что милосердие избавляет от всех грехов. Имейте в виду, что милостыня, она в отношении его добрых дел, она всесильна. И Господь Иисус Христос, учение о молитве, и учение о посте в Нагорной проповеди, поставляет после учения о милостыне. Когда Христос говорит о добродетелях, Он сначала говорит о милости, а потом о молитве, а только потом о посте. И в этом есть некая очередность главенствующая. То есть милостыня, она всесильна. Она все грехи избавляет. Когда Навуходоносор начал каяться перед Богом Всевышним и спрашивал, значит, а что же мне делать? Вот есть Бог Всевышний, который сильнее всех, то праведники говорили Ему, Царь, прости должников и разбогатей милостыней. Корми бедных, выпусти заключенных из тюрьмы, одень раздетых, значит, умножь добрые дела. Это тебя загладит, оно заглаживает. Поэтому если бы богач был внимателен к бедным, то не было бы ему места в аду. Вообще, вы знаете, что в аду вообще места нет ни для кого. Вот в раю у каждого есть свое место. В раю нам предназначены места, и мы, когда в рай вселимся, если это будет, если Бог благословит, и нам будет позволено войти в грядущий мир в светлых одеждах и в светлое место, то у нас у каждого будет свое место. То есть у каждого есть предписанные Ему, предназначенные свои места. Потому что Бог нас для того и создал, чтобы мы были в раю вечно с Ним. А в аду для человека места нет. Потому что ад не для человека. В словах о страшном суде говорится, значит, отойдите проклятый в огонь вечный, приготовленный дьяволу и ангелом его. То есть адская тьма, адский огонь, они не для человека, они для дьявола и для ангелов его. Так вот поэтому мы должны попасть туда, а не туда. И вот если бы богач, повторяю, был бы добр, ему бы в аду места не было. Его бы место было, скорее всего, в раю. А если бы, например, Лазарь лежал под воротами гнойный, но при этом он же там лежит в притче молча, Лазарь просто лежит и молчит. И он только хотел бы насытиться крошками от стола богатого, но этого не давали ему, но он сам был пищей для псов. Они приходили, лизали с трупа его, а он молчал. И если бы, представим себе, пофантазируем, иногда это тоже возможно, если бы Лазарь, например, лежал под дверями богатого и кричал бы, например, социалистические лозунги. Мир, хижина, война дворцам. Всех богатых на вилы. То есть там уничтожайте всех кровопиец нашего народа. До каких пор, значит, бедные будут бедствовать, а богатые будут объедаться и, значит, роскошествовать, спать на ложах и слоновой кости и заворачиваться в тонкие ткани. Вон я в грязи сижу, понимаешь, а вон там, ну что-нибудь такое, типа буржуазной французской революции или нашего это объяснование социалистического в октябре 1917 года. Это же были, ведь революционная масса, это же, по сути, масса жадных бедняков. То есть нет ничего более взрывоопасного, чем масса завидливых, жадных, завистливых, жадных бедняков, в которых как спичку бросили какой-нибудь зажигательный короткий лозунг. То есть громи, уничтожай, скоро будет все новое. Кто был ничем, тот станет всем. Вот. Или лозунг французов мир хижинам, война дворцам. Если бы Лазарь был таким вот злым коммунистом, который бы проклятие посылал каждый день в сторону богатого, да что в этом то? Да чтоб ты подавился, значит, там, своей икрой, там, значит, и своими, там, трюфелями, значит, до каких пор я буду здесь голодать, а ты будешь там роскошествовать? То возникает вопрос, был бы этот бедный Лазарь в раю? Нет, не был бы. Весь как раз и фокус-то в том, что Лазарь молча лежал под воротами этими, и хотя его очень жалко, и хотя возникает справедливое негодование, ну почему же так происходит? Ну почему? Ведь человек одинаково рождается женщиной, одинаково вскармливается, воспитывается, и все у него одинаковое, что у того, что у того. И кровь красная, вот, и мечты о счастье одинаковые, в принципе, все, и помрет, так сказать, в ту же землю вернется. То есть, действительно, несправедливо, что в мире у одного жемчуг мелкий, у другого супчик жидкий. Но все-таки рай и ад во многом зависят от земного поведения, и если бы Лазарь этот бедный был таким страстным борцом за земную справедливость, в аду бы ему место нашлось, а в раю вполне всего, возможно, ему бы места не оказалось. Поэтому их поведение, оно, собственно, приготовило им будущее, а не бедность и богатство. То есть, бедность не спасает сама по себе, и богатство не убивает, не осуждает человека само по себе. Мне кажется, это очень важно понимать. А пример этот, он радикальный. Христос для того, чтобы нарисовать нам некую картину, он заключает ее в рамку. С одной стороны плюс, с другой стороны минус. То есть, он разводит любую ситуацию по полюсам. То есть, как Каин и Авель, как Мытарь и Фарисей. То есть, самый лучший, самый худший. То есть, очень богатый, ужасно бедный. То есть, и плюсы, и минусы нужны Христу для того, чтобы дать полноту картины. Полноту картины, чтобы идейно показать два полюса одной и той же, одной и той же житейской ситуации. Очень хорошо про них сказано, что умер Лазарь, и говорится после этого, и несен был ангелами Налона Авраамова. Про богатого сказано, умер богатый, и похоронили его. То есть, коротко и ясно. Хотя там за словами похоронили его, наверняка скрывается целая картина. Потому что, когда хоронят богатых, особенно на Востоке, нанимают плакальщиц. Целые хоры женщин поют специальные плачевные песни. Изображают из себя скорбящих людей, плачут, размазывают слезы, воют, воют по-мертвому, такой погребальный вой устраивают. Накрывают столы, потом уже тогда для бедных, с запозданием. Кормят всех, раздают какую-то милость. Два-три дня завершают преломление хлеба в сетовании. То есть, совершают погребальные трапезы. Щедро платят всем тем, кто участвовал в погребении, из числа духовенства, если это церковная эпоха, похорон богача или что-нибудь еще такое. То есть, в Евангелии говорят, и погребоши его, и похоронили его, и все. У Златоуста есть об этом мысль, о том, что вот именно в этой разнице заключается чрезвычайно многое, что того понесли, а этого похоронили, как был, не был, непонятно. Там дальше начинается адская история. Кстати, у Крылова есть такая интересная басня про то, как однажды человек приехал из Египта в незнакомый город, и шел по городу, а в Египте он овладел всякой магией и разными тайными знаниями. И видит, по улице несут мертвеца, а за ним идет целая толпа людей, которые плачут, рвут на себе одежды, волосы рвут, воют, и говорят, куда ж ты ушел, родимый, кормилец, такого, как ты не был на земле, мы потеряли такого хорошего человека, как мы будем жить завтра, как мы проснемся утром без тебя, как будет солнце светить, ты ушел, как нам жить, и вот прочее, прочее. Он расчувствовался и говорит им, я пришел из далекой восточной страны и знаю много тайных знаний. Я вижу, вы очень убиваетесь по этому мертвому, я вам его воскрешу. Говорит, Боже, сохрани! Боже, сохрани! Только нет! Говорит, если честно, мы просто наемные плакальщицы, мы просто воим за деньги. Но если ты воскресишь его, то, пожалуйста, сделай так, чтобы он потом помер еще раз через пару дней, нас опять наймут и опять заплатят. Потому что при жизни от него не было никакого толка, он был жестокий, развратный, мерзопакостнейший человек, ничего хорошего от него не было. А нас наняли плакать по нему за деньги. Поэтому воскресишь на здоровье, только чтобы побыстрее умер обратно, и мы опять немножко заработаем. Вот так погребают богатых. Поэтому богатый не льстись, если богатый, значит, такой, что имей в виду, что любят тебя, пока ты богатый. Вот любой мешок приятен, когда в нем червонцы. А когда в мешке репа, старая там, или старая свекла с прошлого урожая, то что, мешок-то, тоже у Крылова есть такой, один мешок гордился. Он был набит деньгами, он думал, что это его любят. А потом деньги из мешка забрали, набили его картошкой, как бы, и он начал обижаться, что больше к нему нет никакого почтения. Ну, богатый, это просто мешок. Хорошо тому богатому, кого любят за его человеческую душу, а не за то, что в нем, не за то, что с ним. Но это бывает редко. Поэтому им нужно особенно смиряться, и особенно богатеть добрыми делами, зная, что они в большей угрозе и под большей опасностью. Половина проповеди Яна Златоуста была направлена на взаимоотношения между богатыми и бедными, на то, чтобы бедный не смирялся и не завидовал, а богатый милосердовал и богател добрыми делами. Еще одно, пожалуй, может быть, последнее сегодня. У бедного есть имя, а у богатого его нету. Заметьте, что богач в притче безымянин. А бедный в притче имеет имя. Что такое имя? Это значит, ты живой. Потому что Бог, если призывает кого-нибудь к жизни, Он дает ему имя, называет его по имени. Как говорится в псалмах, рассыпал Бог по небу множество звезд, и всем им назвал имена. Потом, когда говорится в Евангелии про пастыря Доброго, Христос говорит, пастырь Добрый значит, знает своих овец и глашает их, вызывает их по имени. То есть у него большое стадо овец, и он зовет их каждую овцу по именам. Он их не путает. Они для него все разные. Он их помнит. То есть ты не знаешь их, они для тебя, ну, овцы и овцы. А он знает их всех, а у них для него есть имена. Вот у Бога, как у пастыря Доброго, для всякой овечки есть свое имя. И если он Лазаря назвал по имени, значит, он его знает. А богач, он живет, как будто бы в небытии. То есть его Бог не называет по имени. Отсутствие имени, это, собственно, и есть катастрофа на языке библейском. То есть ты не живешь, ты мертв. Господь призывает к жизни все, значит, и дает, обязательно нарекает имя. Он сам дал имя человеку Адам, и сам назвал, а потом уже дал право Адаму дальше называть имена, и жене там, и всему остальному. Вот таким образом, конечно, притча это достойно того, чтобы составить целую библиотеку толкований, что, в общем-то, и есть. Написано на эту притчу множество книг. А мы с вами давайте обратим внимание на то, что там всего лишь 15 строк, ну так, 12-15 строчек такого обычного текста. И по плотности этого текста, по его краткости и простоте, и по его глубине чрезвычайной, мы опять-таки подтверждаем для себя то, что Библия – это Божие Слово, а не Слово человеческое. В мире людей нет таких плотных текстов. Вот берешь притчу, допустим, о блудном сыне, в ней вся история жизни человечества. Берешь притчу о богаче и Лазаре, в ней вся история о взаимоотношении жизни земной и жизни небесной, о том, что будет там и что было здесь, как оно взаимосвязано. Берешь любую другую притчу, и там все притча о милосердном самарянине, в ней тоже вся история церкви. О грехопадении, о покаянии, о приведении в гостиницу, то есть в церковь. То есть Христос умеет 15 предложениями описать жизнь всей Вселенной или отдельно взятой души. Никто так не умеет. Лучшие поэты измарывают килограммы бумаги для того, чтобы уплотнить свой текст, чтобы лишнее выбросить, чтобы в маленьких словах добиться истины и благозвучно выразить ее. У Христа без всяких усилий получается насыпать нам столько притч, так легко и просто, что мы должны понимать, это не слово человеческое, это слово Бога, который стал человеком. И такими простыми словами Он несет нам эту небесную науку. И так домой, когда пойдете, перебирайте в памяти услышанное. Нас ожидает другой мир. Жизнь этим временем не ограничивается. Нас ожидает другой мир. В этот мир мы войдем с багажом прожитого. И наша будущая жизнь будет вполне зависеть от того, как мы прожили жизнь эту. Нам нужно, чтобы нас Бог знал по имени. Как разбойник говорил, помяни меня, то есть вспомни меня и проименуй меня во Царстве Твоем. Назови меня тихо по имени. Ключевой водой на по имени. Даже вот есть такая песня, одна из современных, недавних. Назови меня тихо по имени. Ну и, безусловно, там мы станем прозорливыми и все узнаем, увидаем всех, не перепутаем. Кто Эйнштейн, кто Наполеон, будет сразу ясно. Где Серафим Саровский, где Петр Великий, все будет понятно. Всех сразу все узнают. Все обнажится, все внезапно озарится, что казалось и темно. И это будет удивительно. Это будет страшно, но удивительно. И сила Писания такова, что она сильнее, чем воскресший мертвец. Писанию нужно верить больше, чем человеку, вернувшемуся с того света. А сила неверия такова, что даже если бы мертвец поднялся из гроба и начал убеждать тебя, пока не поздно, человек бы нашел отговорки для того, чтобы отмахнуться от этого жуткого свидетельства. Такова упертость человеческого сердца. Но если люди приходят к вере, то, очевидно, Христос сильнее, чем их упертость. Поэтому пожелаем на прощание сегодня, чтобы милосердный Христос, слово которого звучит по всем церквам сегодня, вот эту притчу сегодня читают миллионы людей. Чтобы слово Христово было живым и действенным, острейшим меча, обоюдоострого, который проникает до разделения души и тела, составов и мозгов, как пишет Павел к евреям. И чтобы Божие Слово, это как скальпель, рассекало человеческие помыслы и поселяло в человеке веру. Покуда это совершаться будет, мир будет иметь смысл. Как только люди закроют свои сердца для Слова Божьего, мир потеряет всякий смысл, это и будет конец света. Христос да прославится через дела наши и слова наши. Ему со Отцем и Святым Духом слава вовеки, а вас с воскресным днем. Христос воскресе! Продолжение следует...